Всем привет, с вами Дизайн ТВ, Станислав Орехов, и мы сейчас находимся в современной вилле итальянского дизайна, который называется Стиль Эко-натур. Здесь природа, как можно догадаться, и экологичные материалы. И действительно, во многом, в отличие от остальных мест и вилл, которые мы видели, здесь используются натуральные материалы. И никто не боится, что они состарятся, потрескаются. Никаких проблем в этом нет, и сейчас мы в этом убедимся. И сразу заходя за калитку, мы попадаем вот в такой замечательный красивый сад. Нельзя сказать, что газон подстрижен идеально, но именно такая небольшая небрежность, как раз очень в этом стиле экологичных материалов. В центр отеля ведет дорожка, которая сделана из натуральной доски. Никакие заменители здесь не используются, никакого пластика, то есть все как должно быть. Если что-то испортится, либо прогниет, спокойненько вынимается и вставляется новая доска. То есть с этим проблем никаких. Очень хороший элемент данного пространства. Естественно, вид на озеро, который мы сейчас посмотрим, но и вековые деревья, которые стоят по всему окружению и создают вот эту уютную атмосферу, давая тень на траву и на элементы, где можно сидеть. На безопасном расстоянии стоят диванчики, на которых можно присесть и скоротать свой вечер. Особенностью данного места является то, что по центру стоит камин, настоящий огонь. Можно брать травишки, зажигать, подкидывать. И сделано из искусственного камня, но что никак не умаляет достоинств данного пространства. Посмотрим, как здесь будет вечером. Сам отель находится на небольшом холме, чуть-чуть выше. Открывается с него вид на горы и на озеро. И давайте посмотрим, как это выглядит вблизи. Когда мы моделируем лестницу, то последний брусочек должен быть всегда цельный, для того, чтобы у него можно было выступать и на него происходят наибольшие нагрузки. Вот здесь видно, что он уже подходит к концу износ. На стекло можно наступать ногами. Еще здесь распространено такое понятие, как честная кухня. Что это такое? Вот кухня, она сделана для постояльцев. Можно самостоятельно делать себе чай, капучино. Все, что хочешь. Здесь, за ширмой, находятся вина, соки, разные элементы. Потом ты записываешься в вот эту книжечку. Здесь пьешь, кушаешь. И потом на ресепшене в финале платишь. Очень красивое стекление, бесшовное. Покупаются просто обычные стекла. Склеиваются с помощью герметика, темного либо прозрачного. И получаются вот такие элементы. Можно сидеть за барной стоечкой и наслаждаться красивым видом. Также такой длинный большой стол для завтраков, обедов. Можно здесь присесть, либо позаниматься своими делами, как в офисе, либо покушать. Железные полки, которые загораживают лестницу, ведущую на верх, на третий этаж. Дизайн точно такой же. Никаких особенностей и хитростей. Натуральные материалы. Большие окна, остекление. Очень красивое дерево с желтыми, даже с красноватыми листочками. Лужайка, спуск. Очень симпатичная. И выход. Большие двери. Выход на террасу. Сейчас мы зайдем в номер отеля и посмотрим, что нас ждет внутри. Как мы видим, номер современный. Здесь есть два окна. Центральное и боковое. Конструктивно сделано через колонну, железную. Поэтому ничего сложного нет. Окна большие. И это очень красиво. Хорошее впечатление. Можно отодвинуть шторм. Замечательный вид на сад. Вот такая интересная конструкция окно. Деревянное. В отелях деревянные окна тоже бывают недостаточно. Часто встречаются, но здесь они применены. И окно вот так хитро поворачивается. Можно смотреть на сад, наслаждаться природой. Практически такое полное единение. Кровать. Телевизор боковой. Больше ничего из такого по дизайну нет. Белые стены. Вообще во всех отелях современных очень часто дизайнеры стараются делать белые стены. Но, к сожалению, это не всегда оправданно. Вернее, я не видел ни одного случая, когда просто белая стена является оправданной. Потому что везде появляются вот такие потертости. Обязательно все углы появляются отбитыми. Можно заметить тоже много разных элементов некрасивых. Здесь отдельная тема, что как замонтировали. Шкаф сделан сбоку, то есть за кроватью, не закрыт никакой консолькой. Просто вешаем сюда, что, в принципе, очень удобно и не требует каких-то дополнительных движений и вложений в дизайн. То, что я начал говорить по поводу стен, видно, что здесь еще не продумали ограничитель. Большое упущение. Всегда должен быть ограничитель. Для того, чтобы ручка, просто открываясь, не уничтожала стену. Теперь давайте попадем в ванную. Я стою перед огромным зеркалом, которое находится прямо по центру. И выглядит очень симпатично. Естественно, с условием того, что его будут мыть каждый день и натирать. Здесь у нас душ. Душ без какой-то перегородки, что не очень практично. Но если это гостиничный номер, имеет место быть, потому что здесь, естественно, убирают. Дверь открывается и закрывается. И вот еще один тот же самый косяк. Когда мы говорим о том, что не продумано закрытие и нет ограничителя. То есть здесь вот уже подбито. На самом деле, мне кажется, что здесь подобьют еще более сильно. Как и во всех отелях, европейский стандарт. Дверь открывается всегда внутрь. Сделано это для того, чтобы в момент открытия воздух чистый попадал из комнаты внутрь, а не наоборот. То есть при открытии попадает примерно 3 кубометра воздуха, либо из санузла в комнату, либо из комнаты в санузел, помогая уходить плохому воздуху в вентиляцию. Продолжим на обзор. Здесь у нас унитаз, ничего интересного. Душ, большое зеркало, очень красивые столешницы, лично мне нравится. Письма в стиле, в эко-стиле. Вот такой вот поднос из настоящего камня сланца, на котором стоят различные тюбики необходимые. Внизу запас дополнительный полотенец, тоже деревянные окна. Здесь открытие у нас происходит стандартным способом. Вид на сад и вот такие решеточки, чтобы никого не смущать. При необходимости есть возможность покрутить ломную штору. Освещение сделано сверху. Светят две точечных галогеновые лампочки. Да, единственный минус, наверное, либо странность, когда я стою прямиком возле ванной, я упираюсь в стык окна. Ну, понятно, что могу умываться, посмотреть налево, посмотреть направо, чуть-чуть сместиться и умыться таким образом. Ну, для отеля нормально, как эффект. Давайте выйдем теперь назад, посмотрим схему освещения. Здесь достаточно простая, мы видим никакой люстры, нет необходимости. Здесь освещение сугубо функциональное. Основной свет у нас попадает в пространство через большие красивые деревянные окна днём. Вечером тоже есть небольшая подсветка. И вечером люди либо спят, либо вот боковые светильники для чтения находятся. Не скажу, что это самое оптимальное решение. Лучше всего для чтения использовать усики. Но это может быть дороже. Решение, когда мы спим и сверху на нас светят галогенные лампочки, тоже не очень хорошее, потому что, если мы посмотрим наверх, то можем на секундочку ослепнуть. Ну, что ещё там? Две тумбочки, компьютер, проблемная стена, как мы видим, кондиционер, естественно, который бывает в хороших отелях. Пол дубовый, износостойки, настоящее дерево, из настоящего дикого дерева. Столик и дополнительные тумбочки. Ну и сланец на полу. Такой простой незамысловатый номер, омрачает который, наверное, единственная белая покраска, которую придётся очень часто ремонтировать, чтобы она была в более-менее нормальном состоянии. Вот такая консоль отделяет центральную лестницу. Она сделана, к сожалению, не очень удобно. Когда спускаешься, хочется на неё облокотиться и прыгнуть туда вниз, но, к сожалению, здесь не хватает дополнительного крепления. Вот видно не только моё желание, прямо здесь попорчено. Спускаемся вниз. Лифтовой холл особо не примечательный. Можно посмотреть только на потолок. Здесь, конечно, вот этот вот свет сверху очень симпатичен. Лестница сделана из металла. Не скажу, что качественная, но вполне сносная. Далее здесь лампочки. Открытые они сделаны на реостате. Сейчас они не работают. Бассейн открытый сейчас, переливной. Очень интересная конструкция. Камина земляного. Дровишки. Можно зажигать костёр прямо на лужайке. Можно взять на вооружение. Для тех, у кого есть участки. Продолжение следует...